Я думаю, многие из вас тоже как бы знают, что такое стриминг, знают, почему мы сегодня будем разговаривать о стриминге, потому что все-таки, как ни крути, это, возможно, не самая новая, но новая эра технологий. В двух словах скажу про себя. Меня зовут Виталий Волочай. Я уже 10 лет работаю в киберспорте. Являюсь основателем студии Мейнкаст, одной из самых больших студий сейчас в Украине, в СНГ. И скоро будет в мире. Комментировал очень много турниров по всему миру. Собственно, с киберспортом, со стримингом, с компьютерными играми, завязан, скажем так, чуть ли не с детства. Что такое вообще стриминг? Вот этот парень, на которого сейчас указывает стрелочка, его зовут Джастин Канн. В 2007 году вместе со своими тремя друзьями, где-то попивая пивко у себя в Калифорнии. Они додумались до настолько глупой идеи, что казалось, почему бы ее не осуществить. И Джастин подцепил веб-камеру себе на кепку, и в течение 9 месяцев он ее не снимал вообще. Все, что видел Джастин, видели мы. То, как он путешествовал, то, как он гулял с друзьями, то, как он, собственно, ужинал, то, как он ездил куда-то там на велосипеде или что-то такое. Ну, он не снимал я даже, когда ходил в туалет, правда, подымал камеры немножечко вверх, потому что люди у нас все-таки впечатлительные, можно их травмировать. И вот по прошествии вот этих 9 месяцев, летом 2007 года, Джастин снял камеру со своей кепки, и в этот же день начала жизнь свою платформа Джастин Ти. Тот, кто в 2007 году активно пользовался интернетом, помнит такую платформу. И именно из этой платформы, собственно, появился и взял корни самый популярный игровой сайт сейчас под названием Twitch TV. Четверо друзей просто пили пиво, не придавали внимания тому, что они делают. Они даже не догадывались, что фактически, развлекая сами себя, придумывают новую эру технологий, новую эру видеопродукта, который будет настолько потребляем и интересен на протяжении десятков лет. Соответственно, для них своя жизнь в прямом эфире – это было что-то новое. Для нас сейчас это вообще нормально. Мы все следим, подписаны на сотни блогеров, на сотни стримеров. Мы все знаем разнообразных Ивлеевых и так далее. Да, мы понимаем, насколько это популярные вообще люди глобально, которые по популярности стоят на одном уровне, если не выше самых крутых спортсменов, политиков и так далее. И, собственно, игровой стриминг – это штука, которая 10 лет назад казалась довольно странной, но вы видите, в прошлом году по количеству пользователей, по количеству просмотров Twitch TV уступил всего трем видеосервисам в мире – Google, Facebook и Netflix. Twitch смотрят очень-очень много. 2 миллиона стримеров и 15 миллионов зрителей каждый день. Это не учитывая Китай. Китай мы вообще не учитываем, потому что там космические люди, какие-то космические цифры и статистику с разных платформ, типа Panda TV, IMBA TV платформы, до UTV, на которые вы можете зайти сейчас, они у вас будут очень лагать. Но когда вы включите любую девочку, которая там будет играть в Counter-Strike, в League of Legends, что-то на своем мобильном телефоне, и у нее будет 270 тысяч зрителей онлайн, не удивляйтесь, это вполне нормальные цифры, она просто только что проснулась. Чуть-чуть попозже количество зрителей будет, собственно, у нее добегать до миллиона и так далее. 15 миллионов активных пользователей в день – это только начало. Самый простой вопрос, который спрашивает любой человек у меня, когда разговор идет о моей работе, зачем люди смотрят, как кто-то другой играет в компьютерные игры? Это же тупо. Можно самому пойти поиграть в компьютерную игру, если у тебя есть желание. Но ответ простой. А зачем мы смотрим, как Рафаэль Надаль машет ракеткой? Зачем мы смотрим, как какие-то женщины бегают на лыжах с ружьем за спиной, либо как какие-то мужики на коньках толкаются? Это все одна цепочка. Собственно, стриминг, компьютерные игры и классический спорт – это одна цепочка. И все, что объединяет это, это, конечно же, зрители. Если 8 парней у вас в дворе будут бросать по льду большие громадные черные камни и бегать за ним со щетками, вы подумайте, что это придурки. Но если на них будет смотреть 20 человек, это уже матч по керлингу. Если на них будет смотреть 5 тысяч человек, это уже внезапно олимпийский вид спорта. То же самое с футболом. У нас через 10 дней в Мадриде состоится финал Лиги Чемпионов. А давайте себе представим, что этот финал Лиги Чемпионов будет проводиться не в Мадриде, на него не придет 80 тысяч человек и не будет смотреть 25 миллионов или 250 миллионов во всем мире. Они будут играть здесь в 364-й школе, где-то на Дарнице, и никто этого не будет смотреть. Это уже никому не интересно. Поэтому, собственно, точно так же со стримингом, точно так же с играми. И если раньше мы думали и воспринимали аудиторию стримеров, аудиторию киберспорта, компьютерных игр, как каких-то школьников в коротких штанишках, то сейчас это не так. Собственно, это люди в возрасте от 18 до 35 лет, и больше 50% аудитории это люди старше 18 лет. Эти люди платежеспособны. Эти люди, что самое главное, не смотрят телевизор и радио, и они 60% своего свободного времени проводят в интернете и в социальных сетях. И что самое интересное, почти треть, 32% людей, которые смотрят игры, которые смотрят стримы, они, собственно, в эти самые игры не играют. И это тоже очень важная аудитория. Игры есть разные. Опять-таки, мы можем разговаривать о супер-нишевых играх. У нас, например, в Украине не является популярной, самая популярная компьютерная игра в мире. Это League of Legends. У нас в нее не играет никто. У нас выиграет, ну, я знаю, тысяч, может, 15 людей на всю страну. У нас очень популярен CSGO. У нас очень популярен Dota 2. Каждый из вас когда-то в жизни точно сталкивался с Counter-Strike. Я в этом на 100% уверен. У нас очень популярен тот же World of Tanks, который не популярен в мире. У нас очень популярен PlayerUnknown's Battlegrounds, как бы игра, в которой вы знаете, что нужно делать. Нужно просто-напросто выжить. Но суть в том, что все эти игры объединяет одно. Все эти игры люди смотрят. Я, когда хочу посмотреть какой-то контент, я захожу на Twitch. Для меня Twitch — это аналог ESPN. То есть это один большой-большой канал, где просто-напросто есть намного больше вариантов выбора, чем у вас есть на ESPN, на CBS, на 1+,1, либо на любом другом телевизионном канале. Здесь вы заходите, вы выбираете все, что хотите. Вы смотрите все, что хотите. Вы можете посмотреть, как люди проходят 24 часа какую-то игру. Вы можете посмотреть, как кто-то спидранит Super Mario, проходит его за 8 минут. Либо вы можете посмотреть на турнирный матч по Counter-Strike. Либо вы можете даже послушать, как условная девочка в косплее кого-то там нашептывает в микрофон какие-то очень интересные вещи. Это тоже люди смотрят. Я не знаю, зачем, но смотрят. Это прикольно. Давайте посмотрим на другую сторону сетевого кабеля. О том, зачем это, собственно, например, спонсору. Зачем это, например, людям, которые хотят вкладывать деньги в стриминг. Потому что бизнес — это, конечно, самое важное. Зритель приходит смотреть не только игру. Зритель приходит смотреть на шоу. И иногда зрителю неважно, во что будет играть стример, которого он любит. Будь то там Алоха Дэнс, будь то Вилат, Нинджа, Шрауд, Доктор Дизреспект или другие самые популярные в мире сейчас стримеры. Есть прекрасная история о том, как Нинджа, который является без привлечения самым популярным стримером сейчас в мире, получил 1 миллион долларов за один день стрима игры Apex Legends. 1 миллион долларов. Да, это неподтвержденная информация, но я думаю, вряд ли такие цифры просто так бы летали где-то в интернете. При том, что человек в эту игру после этого не играл. Но он поиграл один день, издатель игры вложил 1 миллион долларов, сарапанное радио сработало. И, собственно, в эту игру после него на протяжении 2-3 месяцев начали играть десятки. Там 25 или сколько миллионов активных игр у Apex Legends было после рекламы. У простого стримера-нинджи, у парня, про которого 2 года назад вообще никто не знал. Собственно, если вас интересует раскрутка вашей игры, чтобы вашу игру, либо ваш продукт воспринимался как продукт, который нравится молодежи и геймерам, да, ваш путь – это, конечно, нинджи, это Шрауд, это стримеры. Соответственно, в чем особенность работы с стримерами? Это в том, что они очень ярко преподнесут ваш продукт. Если вы производите энергетический напиток, конечно же, приходите к тому же ниндзе, приходите к тому же Шрауду, приходите к Алохе, приходите к другим русскоязычным стримерам, к Дредду. И они, играя в компьютерную игру, либо проводя время где-то за городом, неважно, чем бы они ни занимались, будь то игровой стрим, будь то реалайвстрим, они будут попивать ваши энергетические напитки. Это будет прекрасно, это будет прекрасно для вашей аудитории. И эта реклама будет намного-намного выгоднее, чем покупка какого-то баннера, какого-то билборда или еще какой-то абсолютно непонятной вещи, рекламы в газете, либо, не дай бог, на телевидении. Опять-таки, в чем особенность работы не с одним стримером, а со студиями, с большими студиями, которые есть и во всем мире, есть у нас в СНГ? Я на этой сцене, по сути, представляю два штаба. То есть я и стример, хоть я стримлю довольно редко, потому что я ленивый, но когда я стримлю, это у меня получается довольно неплохо. Я и работаю в студии. Так вот, если вы хотите показать потенциал, киберспортивный потенциал вашей игры, например, World of Tanks, у нас сегодня были доклады по World of Tanks. World of Tanks — это очень крутая игра, когда ее играть одному, но еще более крутая она в киберспортивном режиме, когда идет 7 на 7, 15 на 15. Если вы хотите показать полноценные битвы, что это киберспорт, обращайтесь к студиям, потому что Ninja не сможет вам это показать. Правильно. Опять-таки, если вы представитель какой-то компании, которая интересуется рекламой в киберспорте, в гейминге, в стриминге, например, банк, например, еда разнообразная, например, водичка простая, вам тоже иногда проще пойти к студии, потому что студийные эфиры — это что-то более широкое. Это целый штат аналитиков-комментаторов, это профессиональные студии, это большая-большая графика красивая, это оформление в стиле телевизионных трансляций, даже лучших телевизионных трансляций. И поверьте, если вы заплатите, не знаю, условных там 100 тысяч долларов за спонсорство матчей чемпионата курины по футболу, вы получите абсолютно никакую аудиторию. А вот если вы заплатите эти же деньги за спонсорство турнира по Counter-Strike, вы получите молодую, благодарную вам аудиторию, которая запомнит ваш бренд, запомнит, что вы поддерживаете его любимую игру, что вы поддерживаете его любимое развлечение, что вы не уснули в хлеву где-то в 70-м, и вы получите намного лучшее, собственно, профит. Простой список брендов, которые только в этом году, собственно, попали в киберспорт, не только попали, попали некоторые и раньше. Mercedes-Benz, который на турнирах в Германии и в Англии раздает машину лучшему игроку турнира и тем самым, собственно, делает для себя великолепную рекламу. Uber, HyperX, Chips & Pringles, которые недавно стали спонсором турниров в Хорватии. Опять-таки компания входит понемножечку в рынок. Axl, Red Bull, Dominox. Все эти компании – это не маленькие, не мелкие компании, и они, бюджеты для них начинались с небольших. Сейчас эти компании вкладывают действительно очень-очень большие деньги. Поэтому думайте, что вам более интересно работать со стримерами, работать со студиями. Опять-таки у вас есть преимущество работать со словным нинджей, преимущество работать со словным мейнкастом. Если вы хотите, чтобы это была более личная реклама к стримеру, если вы хотите, чтобы это была более погруженная, длительная рекламная акция, протяжительностью в полгода, в год обращайтесь к крупным, к большим студиям. И хотелось бы показать, как это работает, потому что я понимаю, что много людей в этом зале смотрят киберспортивные трансляции, смотрят стримы разных стримеров. Я имею в виду не только на Твиче, в Инстаграме, это по сути тоже стриминг. Это мы 8 лет назад, мне для того, чтобы постримить то, как кто-то играет в Доту, мне нужно было 2 компьютера, микрофон, 2 клавиатуры, 2 мышки, а одна камера на каком-то непонятном штате, потому что вебок не было, виртуальный аудиокабель и 20 часов времени, чтобы это все настроить. Сейчас я просто достаю телефон, свайпаю и все, я стримлю. Намного проще. Поэтому сейчас этих стримеров развелось очень много, но не все умеют правильно предложить кому-то из вас что-то интересное, такое, чтобы не бросалось в глаза, такое, чтобы, собственно, не било вам по мозгам и не отталкивало вас от спонсора. Поэтому несколько кейсов, как, например, со спонсорами работает наша студия, очень коротко покажу вам. В прошлом году состоялся турнир The International 2018, состоялся он в Ванкувере, это турнир с призовым более 25 миллионов долларов США, я точно не помню, там космические какие-то цифры. Ну и, собственно, мы создали такую историю, как Maincast Battle Pass, то есть это целая такая структура, при которой каждый человек, который смотрел наши трансляции, выполняя определенные мелкие задания, просто пребывая на стриме, он мог получать разные призы, бонусы и так далее. И чем больше времени ты проводил на стриме, чем больше времени ты участвовал в чате, чем больше матчей ты посмотрел, твои шансы на выигрыш росли. Соответственно, разные тиры, разные достижения были спонсируемы разными компаниями. Мы работали с Razer, мы работали с Asus, мы работали с DX Racer, дарили кресло. Ну и главный приз был у нас от Aviasales. Это поездка, собственно, в Ванкувер на сам турнир. Выиграл парень, поехал в Ванкувер, остался невероятно счастлив. Прекрасная интеграция для абсолютно всех спонсоров. Aviasales были счастливы. Мы планировали получить намного меньше аудитории, но получили просто громадную аудиторию, которая была благодарна, собственно, нам за то, что и нашим спонсорам, которые предоставили вот такую вот возможность. Уже в этом году мы провели несколько турниров. Турнир от Embrow в конце прошлого года, простите, в октябре мы провели. У нас спонсорами были Borjomi и GGB, букмекерская контора, и всеми любимая водичка Borjomi. Собственно, когда мы договаривались с ними, мы закладывали, что приблизительно у нас будет 2 миллиона просмотров. Вышло чуть лучше, 6,5 миллионов просмотров. Ну и вот, например, для Borjomi, как это выглядит. То есть вот вы видите, как это выглядит внутри игры, да, если мы видим в футболе либо в боксе бесящую нашу рекламу в конце раунда, когда в конце раунда постоянно комментаторы говорят, ну а спонсором нашей трансляции является компания Немиров, пейте водку, смотрите бокс. И это продолжается 12 раз за бой, но как бы это немножечко меня лично выбешивает, поэтому я люблю выключить звук. Поэтому мы стараемся делать правильные интеграции, которые не напрягают, которые не заставляют вас просто-напросто смотреть на эту водичку, которую вы видите в рекламе, вот так вот, закрыв глаза, если на следующий день в магазине. Характер не спрячешь, маленькие подписи, MVP матча, благодаря Borjomi и так далее, и так далее, и так далее. То есть и это работает, и это привлекает еще больше спонсоров. На примере Borjomi в октябре он понравился нескольким другим компаниям. Вот уже в апреле этого месяца мы привлекли йогурт и Fruities, мы привлекли компания МТС, которые захотели зайти к нам на турнир спонсором. И опять-таки люди остались невероятно довольны, потому что мы им обещали приблизительно 2 миллиона просмотров, получили около 6 миллионов просмотров за 2 недели трансляции, буквально за 100 часов эфира. Это невероятные цифры, которые дают очень-очень классный результат для спонсоров. Опять-таки интегрировать это можно как угодно. Киберспорт, в отличие от спорта, опять-таки представляет очень много возможностей. Если в спорте вы видите поле, где бегает один из пацанов, пинают мяч, либо бегают 10 хоккеистов и бьют по шайбе то в киберспорте, вы видите. Вы видите комментаторы, вы видите студию аналитики, вы видите намного больше возможностей для интеграции, намного больше возможностей для того, чтобы вкладывать свои деньги, зарабатывать еще больше денег и просто получать огромные-огромные удовольствия от эфира. Подводя итоги, хочется сказать одно, что стримерство, как ни крути, это телевидение будущего. Мне вообще не нравится слово телевидение, потому что, по моему мнению, телевидение уже давным-давно погибло, и я не понимаю, почему у нас люди смотрят еще телевизор. Стримы — это технологии, это, в принципе, контент будущего, который будет становиться только лучше и круче. У нас скоро придет эра VR. В нее многие не верят, но я уверен, что придет эра VR. И рано или поздно я уверен, что из этих 15 миллионов подписчиков Насти Ивлеевой как минимум 200 тысяч купят шлемы в виртуальной реальности, будут с утра их одевать и вместе с Настей Ивлеевой ходить в магазин за покупками. Потому что это же Настя Ивлеева. И это все будущее. И стриминг — это очень круто. И у нас тут была презентация от ребят из Wargaming, которые говорили про интеграцию Насти Ивлеевой в простом стриме. И не только она. Абсолютно любые популярные блогеры могут стримить и могут помогать развиваться вашему продукту. В общем, ребят, стримьте абсолютно все в вашей жизни. Немедленно стримьте это. Играйте в компьютерные игры, увлекайтесь киберспортом. Ну и спасибо вам огромное за внимание. Да пребудет с нами стриминг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok